Онкология удивительная штука. Она такие открытия преподносит каждый день. Ну, в общем, яичники мои усыплены, приняла, ну, это не... Как приняли практически все. Я чувствую себя немножко евнухом, и, в общем, как поймешь, нет яиц, нет проблем. Две недели в ожидании черной бьетки, как сказать. Ну, потому что это омерзительно ходить по краю страха. В смысле? Вы собираетесь вскрыть мое тело, посмотреть, что там еще? В планах на жизнь у меня приобретение квартиры и мастерская. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Ольга Лавшакова, и наш выпуск «Планы на жизнь». Сегодня в гостях у нас Алена Городецкая. Привет, Алена. Мы с тобой знакомы еще до того, как ты узнала о своем диагнозе. Задолго до того, как ты узнала о своем диагнозе рак. А сейчас ты вот прилетела из Киева в Москву, и не с пустыми руками ты привезла мне такой вот подарок. Замечательный. Расскажи, как ты попала в Киев, и как ты вот начала такие интересные штуки делать? Спасибо за вопрос. Привет, Оля. Я очень рада. Я очень рада, наконец, тебя видеть. Я совершенно не рассчитывала попасть в эту программу, но спасибо за то, что ты меня пригласила. У тебя очень интересная история. Да, хорошая. Я начала делать эти штуки. Я еще когда жила в Москве, последний год я сходила на мастер-класс, наконец, кинокерамический. И уже на выходе из этого мастер-класса я поняла, что я не хочу расставаться с глиной, я не хочу... Я хочу учиться, я хочу узнать об этом как можно больше. Все об этом узнать, наверное, невозможно. Но, тем не менее, и, ну, мне, да, в какой-то момент показалось, что это сможет стать моей следующей профессией, учитывая, что за свою жизнь я уже вот третью буду менять. Это сколько по времени ты вот такие штуки делаешь? Ну, всего я занимаюсь керамикой полтора года еще, поэтому, ну, в общем, это самый-самый-самый начальный этап, когда я только научилась. А вот это вот изделие, сколько ему? Это вот прям свежее или...? Нет, это еще мои ранние эксперименты. Сам по себе черепок голый был слеплен где-то полгода назад, вот, потом он ждал своего часа, чтобы отправиться в печь, потом он ждал своего часа, пока я решу, какими глазурями его покрыть. И тут знакомый керамист, который занимается производством именно глазурей, наделал новых глазурей, сказал, позвал своих керамических друзей, сказал, тащите черепки, какие у вас есть, будем пробовать. Вот, собственно, мой черепок вышел из этого эксперимента вот таким. Вот пылевые цветы, очень здорово. А вот с чего, как это вообще, что вот нужно, чтобы сделать вот такую штуку? Что за процесс сама работы с глиной? Это потрясающий процесс, это процесс, который тебя невероятно замедляет, это процесс, который тебя успокаивает, это процесс, который... На каждом этапе создания керамического изделия у тебя есть фидбэк непосредственно от изделия. Он про изделие и он про тебя. Всегда. Что выражает? Ваза, которую ты сделал, она всегда делает тебе комплимент, как бы, поэтому, ну, как бы, вообще занятие керамикой, это, мне кажется, абсолютно серотониновое донорство, если угодно. Ну, откуда ты берешь материал? Как ты к этому готовишься? Да, глина заказывается, глина, вот, я знаю, там и Россия, и Украина работают на донбасских глинах, вот, глина заказывается, ее тебе привозят. Ничего ты берешь... Гончарный круг у тебя есть? Гончарного круга у меня нет пока, потому что на мастерскую, на свою я только коплю еще деньги, вот. Вот, я работаю на гончарном круге в мастерских, в которые хожу, в Киеве я посещаю две мастерские, вот, а это сделано руками, это была вот просто фантазия, попытка, ну, слепить форму на ровном месте. Но она с гончарным кругом. Нет, 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 это все руками сделано. Руками? Да, это руками. Здесь гончарного круга не было ни секунды. Была форма, была форма пластмассовой мисочки, вот, для того, чтобы она была ровная и для того, чтобы она была законченным кругом вся по себе, а сама по себе, прошу прощения. Ну, в общем. Но такое тоже практикуют, вот, просто руками без круга. Или это твое? Керамика, она вообще ведь подразделяется на гончарство, на лепку и на производство глазурей. И еще на кучу каких-то вещей, которых, ну, вот это вот основные. А вот ты каким видом занимаешься? Ну, я все-таки хотела бы, ну, я не знаю, я, конечно, так много болтаю, на самом деле, об этой своей мечте. Стоит ли о мечте так болтать, не испугается ли она? И не убежит ли она от меня? Надо зажечь наших зрителей, пусть кто-нибудь попробует с гончарного дерева. Вот. Я хочу, конечно, керамический салон, совмещенный с мастерской. Вот. Чтобы можно было прийти и выбрать, чтобы можно было прийти или просто попробовать, или поработать. Ну, как бы, чтобы это было как можно более живо. Вот. Не могу, я пока не определилась. Но ты очень другой. Мне очень интересно гончарить, мне очень интересно лепить руками. Я не могу, мне хоть порвись. Я знаю, что, да, огромное количество керамистов таки выбирает, чем им интересно заниматься. Я пока не могу, я и то поднимаю, и то поднимаю. Ну, вот, более того, сейчас я вот буквально перед отъездом из Киева я познакомилась с еще одним потрясающим видом керамического искусства с производством зольных глазурей. Зольных глазурей, то есть глазури, которые делаются из золы деревьев, растений, из какой угодно золы. Но это еще не керамика, это сопутствующий материал. Ну, это то, чем покрывается керамическое изделие. Вот. Поэтому я ориентируюсь на салон, который будет торговать интерьерной керамикой, керамической посудой и кастрюльками для приготовления и запекания. Сколько у тебя уже работ? Я их не считала. Ну, в общем, денег я, конечно, в это дело вливаю, будь здоров, сколько. Сколько? Ну, учитывая, что если бы я осталась в Москве, училась в Москве керамике, мне было бы, конечно, значительно сложнее, потому что тут это стоит намного дороже. Так, ну, я думаю, что где-то долларов, наверное, 200 в месяц у меня уходит. Для Украины это много? Ну, я не знаю, для Украины. Много ли 200 долларов? Сколько у нас, какой у нас курс вообще? Даже не знаю. А, 26. Ну, 200 долларов, это где-то порядка 14 тысяч рублей. Ну, то есть это порядка где-то там 5 с чем-то тысяч гривен. Это средняя такая вот. Ну, то есть это не колоссальная сумма, но учитывая, что пока что я эту сумму никак не возвращаю себе, я ее просто вкладываю, 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 вкладываю. Ну, собственно, я положила себе вот мысленно, что в следующие полтора года я буду вкладывать вот сюда деньги, которые вернутся мне опытом. Ну, и вот как бы я этим занимаюсь. Ну, а дополнительный заработок получается совершенно от другой сферы. Нет, ну, я же журналист профессиональный, вот, поэтому я пишу, я пишу для еврейского издания, я пишу про... Что это за издание? Джош Ру, один из самых старых ресурсов в интернете. Калонку у тебя? Я пишу, я пишу сторис, я пишу биографии о людях, биографии людей, которые уже давно умерли, которые потрясающе интересные. Мне, слава богу, удается находить. Ну, не то, что, слава богу, удается, а есть много интересных людей. Вот, не так давно я написала текст большой про Эйзенштейна и напишу еще несколько, потому что как-то я до тех пор, пока не подошла к нему, читая там его... Какого Эйзенштейна? Эйзенштейна, Сергея Эйзенштейна, человека, который создал советское кино. Я познакомилась с биографией, она оказалась просто потрясающей. В ней была и смелость, и дерзость, и драма, и все, что хочешь. Зайдем в ресурс, посмотрим. А как ты приняла решение переехать в Киев? Как, что побудило? Ну, во-первых, мы понимаем, какая политическая обстановка. Обстановка, мы понимаем, в какую сторону развивается Россия, в какую сторону развивается Украина. Мне перестало быть симпатичным то, в какую сторону развивается Россия. Поэтому я убежала в Украину домой, собственно. Но у тебя гражданство Украины было. У меня гражданство Украины, я родилась в Крыму. Я так или иначе планировала уехать из Москвы, когда мой сын станет большим. Вот, потому что Москва, конечно, это город, мне кажется, молодых и дерзких. Это город людей, готовых порвать себя, но забраться на самые высоты. Я, в общем, никогда не была слишком амбициозным человеком. И с годами я стала понимать, что, ну, она меня изнашивает. Я действительно, ну, я выезжаю куда-нибудь. Мне достаточно двух дней, чтобы приобрести человеческий вид. Я приезжаю в Москву, и мне достаточно двух дней, чтобы его потерять. Дальше я превращаюсь в часть этой серой массы, которая ходит по Москве. Мне стало себя просто жалко. А сколько ты прожила в Москве в итоге? 20 лет. 20 лет? Да. И вот сколько уже в Киеве ты живешь? Полтора года. Полтора года. Да. Это был очень интересный опыт, потому что, ну, во-первых, я наполовину украинка. У меня и у папы, и у мамы по половинке украинской. Вот. Но я же родилась в Крыму и выросла. И, в общем, по большому счету, ну, как бы... При том, что в Крыму тоже достаточное количество украинцев, но когда ты начинаешь жить в Крыму, ты становишься крымчанином. Это отдельная каста людей. Это не Украина. Делать даже не в том, что это Украина. Это и не Греция, и не Россия, и не Казахстан, понимаешь? Это Крым, как бы. Это отдельная... Полуостров. Это совершенно отдельная культура своя. Она, конечно, с точки зрения гор хороша, с точки зрения людей невероятно сложная. Вот. Я, в общем, думала, что я уеду, когда ребенок вырастет, я вернусь в Крым. Вот. Но Крым стал российским. Он, конечно, приобрел новые дороги, у него увеличился бюджет во много раз. Но он стал для меня лично не таким комфортным, не таким свободным, не таким легким, не таким расслабленным. Мне в этом тяжело. Мне в этом тяжело. Я все-таки больше люблю демократические организации. Я люблю, когда пусть люди дерутся, но пусть они будут... Свободу. Дайте мне свободу. Ну, в общем, не важно. Я понимаю, что демократия всегда выглядит по-уродски. Именно поэтому Украину так здорово критикуют. Но демократия, да, она в том числе уродлива, но зато... Ну, зато... Ну, как сказать? Но ты себя чувствуешь комфортно именно в Киеве. Я чувствую комфортно себя. Я чувствую себя... У меня много планов на жизнь. Ну, правда, пока я жила в Москве, я работала на трех работах. Я перекладывала деньги из кубышки в кубышку. И... Выкручивалась. У меня вообще не было никаких планов на жизнь. Да, ты выкручивалась, жила одним днем. А здесь ты можешь строить планы. А тут я строю планы. Круто. Ну, как бы, я понимаю, что я хочу, куда мне уйти. Ален, я знаю, что ты выкладывала в Инстаграм свои репетиции в стендапе. Расскажи эту историю. Что это за стендап? А, стендап. И чем закончилась? Ну, я надеюсь, что она еще не закончилась, эта история. Вот. И я надеюсь, что все-таки стендап мне как-то... Ну, мне как-то надо применить стендап, потому что ты вдруг обнаруживаешь в кармане капитал, понимаешь? Вот. Ну, то есть, ну, я вдруг обнаружила в кармане капитал. Ну, в том смысле, что я люблю травить байки, я умею травить байки. На меня очень хорошо реагирует аудитория. Вот. Единственная проблема, которая есть на сегодняшний день, это проблема моего возраста и возраста зрителей. Я все-таки дама 42-х лет, в достаточной степени опытная, с многообразным жизненным опытом. Вот. Мне иногда неловко рассказывать вещи, которые я могу рассказать вот этим прекрасным юнцам, которые сидят в зале. Вот. Хотя и мне, в общем, даже неловко... Неловко из-за возраста. Неловко из-за возраста или из-за того, что не поймут? Из-за того, что не поймут. Не хватит опыта понять. Из-за того, что воспринимают меня, как будто бы это вот моя мама шутит. Но вот пока что у меня... Моя мама шутит. Вот. Моему сыну не нравится, что я шучу при его друзьях, но это уж его проблема. Вот. Ну, как бы... В общем, пока что есть... Вот. Мне нужно понять технический способ выхода в аудиторию. То есть просто ходить на открытые микрофоны и таким образом забраться на стендап-сцену там у... То есть самой Украины. Я не вижу для себя этой возможности, потому что мои конкуренты сильно моложе меня, и мой зритель сильно моложе меня. Мне нужно... Мне нужно другое решение. Смотри, практикуется такое, что некоторые стендаперы, правильно? Если я скажу стендаперы. Стендаперы. Они создают себе образы старичков и выходят на сцену в образе старичков. Мне нужен стендап для того, чтобы избавить себя от образа, понимаешь? То есть... Мне хотелось бы читать стендап, ну, в котором я бы раздевалась перед аудиторией, понимаешь? Мне неинтересно быть еще раз в каком-нибудь образе. Мне хочется играть, хочется показать, вот какая я. Может быть, мне хочется показать, вот какая ты, понимаешь? Или вот какой Андрей, ну, и вот какая я, в том числе, конечно, да. Интересно. Так он состоялся или это было только все репетиции? Нет, это вот... Ну, вот я попробовала. Попробовала, вышла на сцену все-таки? Я вышла на сцену несколько раз, я ходила в Киеве на открытый микрофон, и я читала, меня поддерживали мои киевские приятели. Я попробовала, я что-то поняла, но вот как бы я сейчас думаю и разруливаю историю с тем, как мне вот выйти на аудиторию. Я понимаю, что мне нужно заводить собственный канал, наверное. На ютубе? На ютубе, да, потому что это единственный способ преодолеть возрасту, возрастную разницу между мной и зрителем. А если тебя воспринимают, как мама шутит, может быть, пусть и ты будешь мама, которая шутит? Сколько лет сыну? Двадцать. Двадцать. Ну, это получается аудитория двадцатилетних парней и девушек. Мне кажется, для них есть кому шутить. Вот. Я просто знаю, ну, как бы вообще, что в принципе на стендап-сцене а, мало женщин, которые читают стендап, и б, и б, что б, и б, мало людей возраста после сорока, которые читают стендап. То есть ты заходишь в миссию, которая практически невыполнима, но ты нацелена. Пока что я, понимаешь, я пока хожу по берегу этой миссии, вот так вот хожу, прогуливаюсь, достаю сигаретку, смотрю в воду, вот. Вот. Что-то придумываю, пописываю себе там в свой блокнотик. Пока что это так. Ну, и тем более, что, в общем, конечно, понимаешь, есть еще какая вещь? Я, собственно, в Москву-то приехала поступать в артистке. Я же не знала, что я журналистом окажусь. Вот. Поэтому, поэтому, поэтому... Эта артистка, она все время живет, она не дает покоя. Да. Вот. Но почему-то практический человек, он все время побеждает. Вот керамикой занимается практический человек, понимаешь? Он тоже артистичен, как, судя по этой базе. Вот. Но, тем не менее, короче, вот я пока раздумываю. То есть эта тема открыта? Она открыта, да. Я не думаю, что я ее брошу, но вот, вот, короче, когда я двигаюсь в керамике, иду в сторону керамики, у меня нет ситуации, в которой мне некогда. Да у меня не хватает на это денег, у меня не хватает на это времени, у меня не хватает на это сил. Вот. Значит, это, ну, вероятнее всего, это то, чем и надо заниматься, понимаешь? Потому что, ну, вот... Ну, это уже пошло, это, как говорит молодежь, тоже... А тут я все еще раздумываю, тут я все еще мнюсь, то есть, ну, как бы, вот я пока в этом состоянии. Если уж откатываться назад в прошлое, да, беззаботное наше детство, становление, попытка стать артисткой, ну, вообще, очень богатая жизнь, яркая. Я наслаждаюсь вот от того, что рассказываешь, скучно не бывает никому, ни тебе, наверное, ни тех, с кем ты рядом, соседствуешь, живешь, дружишь. Вообще, жизнь одарила огромным количеством событий, и не все события были приятными. Вот. И я помню, как я впервые узнала о том, что у тебя рак, и я даже тебе звонила, и мы с тобой общались немного по телефону, потом писали друг другу. Вот. И я была свидетелем, как ты с этой ситуацией борешься. Расскажи, как ты узнала о диагнозе, как лечилась? Как я узнала о диагнозе? В больнице я пошла на рядовое просто обследование, давно не была у гинеколога, пошла, вот, и врач сказала мне, что я не могу вас отпустить домой, вот, потому что при пальпировании внутри матки обнаружилось кровотечение, вот, при пальпации, кажется, правильно ли я говорю. А тебя ничего не беспокоило на тот момент? А рак никогда не беспокоит до последних, ну, чаще всего, ведь это так получается. Вот. Нет, меня ничего не... Ну, что-то где-то потянуло, ну, что-то где-то закололо, но мы разве обращаем внимание на такие вещи, ведь, правда, мы не... Ну, мы терпеливые. Ну, дело даже не в том, ну, как бы, ну, не так села, ну, не там полежала, я не знаю, ну, вот, да, и врач мне сказала, что я должна вас прямо сейчас отправить в больницу, потому что вам необходимо делать обследование, у меня огромное подозрение на онкологическую опухоль. Вот. Я сказала, что я не могу прямо сейчас отправиться в больницу, у меня ребенок дома, мне ему обед нужно приготовить. Она сказала, вот вам направление, идите, готовьте обед, и как только приготовите, вызовите себе скорую помощь и попросите, чтобы вас отвезли в... на... на Пироговской. Угу. Сечна. Да. А почему, а почему скорую помощь? Ну, вот, я не знаю... Почему не самой идти? Это было, наверное, связано с тем, что гражданка Украины, или что? Да, это было связано с тем, что я гражданка Украины, да. Вот. Я приехала вечером, меня очень хорошо приняли, вот, одна медсестра была такая, вот, а вторая была студенточка, вообще молоденькая, она очень боялась сделать мне больно, она была такая милая и трогательная, я ее безмерно благодарна. То есть это уже по скорости тебя положили в больницу? Да, меня положили на обследование, мне сделали биопсию, и через две недели мне сообщили новость, да, самые неприятные две недели в моей жизни. То есть две недели до ожидания диагноза самые неприятные? Да, да, да. А почему неприятные, что там было? Ну, потому что это омерзительно ходить по краю страха, понимаешь? Ты боялась. А ты не боялась? Я? У меня был страх перед тем, как прийти, мне сдать анализ. Вообще заставить себя пойти? Нет, не было, у меня было волнение, у меня снились сны нехорошие, я нащупала у себя шишку, и я пошла, у меня была тревога, у меня не было страха, у меня была тревога. Но я себя не калечу страхами, которые могут быть даже не оправданы. Это очень разумная позиция, я, кстати, да, стараюсь ее тоже придерживаться. Ну, боялась, да, я боялась на самом деле, конечно. Две недели неприятные из-за страха. А две недели, две недели, две недели в ожидании черной бьетки, как сказать, ну, правда. Ну, это же, ну, ты же, ну, почему-то мозг заставляет все время самый страшный финал этой истории. Алёна, ну, ты же не можешь повлиять, вот, пока ты ждешь этот диагноз, ты ни на что не можешь повлиять. Вот ты сдала кровь? Да. Или что-то еще? Даже на работу своего мозга я не могу повлиять. Ну, я вот, например, не знаю, выработала у себя такой механизм, сдала и забыла. И вот через две недели пришла, получила рак. Все, вот здесь вот начинаешь уже что-то происходить, тебе вот эти вот все процессы. Ну, наверное, в какой-то момент я тоже расслабилась, потому что, ну, прям, скажем, я не бежала и не обрывала телефонные провода в больнице. Вот. Да, я пришла, получила диагноз. Я помню, что я пошла от Пироговска, я пошла, я решила пройтись через Лужники, потому что я дико нервничала, у меня сердце трабарило просто. Когда диагноз путь? Да, уже когда мне сказали, рак шейки матки, третья стадия. Третья? Да. Прямо сразу. Спасибо, что я не четвертая, прям сразу. Вот. Я всегда, когда мне плохо, я хожу много. Я благодарна Москве за то, что она огромная, и в лихие свои минуты я могла обойти кругом Садовое кольцо, еще там куда-нибудь легко совершенно. Вот. И тут я тоже решила пойти, и от Пироговской до Мосфильма, я жила в Мосфильме, я заблудилась в Лужниках. Я зашла в Лужники, и я ушла, ушла. Я не помню, о чем я думала. Я помню только, что я шла и слышала свои шаги. Это все, что я слышала. Ну, хотя вокруг меня город был, там где-то носились машины, птицы, там что-то еще. Я слышала только свои шаги. У меня мурашки. Да. В общем, когда я устала слышать свои шаги, я пошла домой, ну и я столкнулась с первой проблемой онкологии. Как сказать? Родным. Родным и близким, что у тебя не все в порядке. Ты не позвонила, да? Я позвонила, я позвонила подруге, которая врач. Вот. Это был первый человек, которому я сказала. Ну, я все-таки как бы рассчитана на то, что в силу того, что она медик, она как-то более подготовленная. И она, правда, действительно, она приняла, ну, это не «А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А!» Как приняли практически все остальные. Ну, да. Да. Она сказала «спокойно. Мы со всем разберемся. Я с тобой». Это вот как-то так очень закрепило меня в каком-то… Это первый был твой контакт. Да, это был первый мой контакт по этому поводу. Вот. А потом, ну, как бы, ну, все равно состояние шока-то не прошло. Нет. Ну, это же, это не та история, когда состояние шока проходит быстро. И вот второй человек, которому я сказала Ко мне как раз приехала подруга из Саратова И она мне звонит по телефону Алена, я в Москве, я вот буду через час проезжать мимо Мосфильмовской Дай я заеду к тебе в гости Я говорю, да, давай заезжай И я сказала это, ну, уже находясь в общем как-то в каком-то таком Ну, в какой-то несознанке, не знаю Я вот в каком-то неполном ощущении себя Неполном ощущении реальности В какой-то отгороженности от всего Вот И вот, да, вот Я ей это вывалила, она сидела у меня на кухне И я вывалила, и ты мгновенно пожалела об этом Потому что, Алена, ты сообщила человеку такую новость И что я бы через нее делать? Ну, то есть, что ты должна делать с этой информацией? Вот Но ты не решила для себя не зажиматься Ты решила говорить о своей проблеме, правильно? Ну, а у меня, по большому счету, не было особенного Выбора, во-первых, я не принимала решение зажиматься или не зажиматься Понимаешь? Я позвонила своей главной подруге, собственно Ксении Вот Или я ей написала Я не помню, позвонила я или написала Неважно Вот И дальше все, вот оно закрутилось Ну, мы говорили, Ксения была в ужасе Но Ксения человек, который в критической ситуации Она начинает работать как машина Вот, просто Это гениально И дальше Ну, у меня в силу того, что я не гражданка России Вот Но более того, даже если ты гражданин России Как бы тоже есть нюансы И не все, далеко не все манипуляции в больнице бесплатные Да, вообще И как бы для того, чтобы были бесплатные манипуляции Нужно обслуживаться строго в прикрепленной больнице В которой может не оказаться необходимых манипуляций Вот Поэтому, в общем, было решено Во-первых, Ксения сказала Я сказала, да Собирать деньги наличие Собирать деньги краундфайдингом Вот И вот тут я поняла, что у меня мир уплыл из-под ног Почему? Ну, потому что я не я больше У меня нет моей истории Я должна ее рассказывать То есть, что значит нет? Твоей истории Ну, в смысле, что я уже должна Ну, я должна быть абсолютно открытой Если я собираю деньги на краундфайдинг Ну, краундфайдингом Да Я должна быть абсолютно открытой А ты не готова была на тот момент? Я вообще даже не задавала себе этот вопрос Вот, я не знаю Как профессиональной актрисе Режиссер говорит, раздевайся И вот у тебя такая же ситуация Раздевайся, окей Надо раздеться Да Только в душе Только в душе Ну Онкология удивительная штука на самом деле Она, ну, как сказать Она такие открытия преподносит каждый день Вот Что, в общем, конечно, понятно Почему Почему Ирвина Елома в свое время так, да Тронула его работа именно с онкобольными Почему Ну, как у тебя с этим краундфайдингом? Давай не отвлекаться Рассказать тебе про краундфайдинг? Ну, вообще, как это случилось? Это пошло? Это пошло Ты собрала деньги? Это пошло А причем Я же медийщик профессиональный Да Я же не могу не почитать комментарии Понимаешь? Так И? Я же не могу не пересчитать перепосты Да Понимаешь? И что? Что? Как это было? Я плакала, видя, как, что, ну, как мои друзья комментируют И как люди, ну, я плакала, видя, кто откликнулся на это Я, ну, это, в общем, это было, конечно, невероятно эмоциональный, там, вечер какой-то Вот Но зато после этой истории мне вдруг стало не страшно читать про онкологию Как бы вот эта история с краундфайдингом, она, ну, она меня, в принципе, заставила работать Понимаешь? Потому что, то есть, я очень хорошо понимаю, чем занимаются стороны Сторона, принимающая помощь и сторона, дающая помощь Вот Я не считаю необходимым слишком возвышать жертву, сторону жертвы или сторону спасателя Они оба Каждый получает свой фидбэк Абсолютно Вот Но ты понимаешь, что в тебя вкладывают деньги Люди не просто, они вкладывают в твое время Оказывается, уже позже выяснилось, что у моих друзей было несколько чатов Один чат, в котором решались вопросы организационного характера Кто из друзей меня кормит? Кто из друзей меня поет? Кто из друзей со мной гуляет? И так далее Вот У меня Я поняла, что мне нужно просто выполнять свою часть этой работы Какая она была, эта часть? Выяснить как можно больше про свое состояние Выяснить как можно больше информации о том, как меня можно и нужно лечить И слушаться назначения врача В итоге ты отказался от предложенных операций, да? Ну, я отказалась от предложенной операции после четырех курсов химиотерапии И, ой, двадцати восьми внешних облучений То есть тебе Еще до внутриполосных облучений У тебя было альтернативное лечение, получается? У меня было лечение, которое закреплено в международных медицинских стандартах лечения То есть это стандарт Рака шейки третьей стадии Вот Другой разговор, что в России эти стандарты пока еще не приняты за основу взаимодействия с пациентом Но я думаю, что все все-таки к этому придет, потому что это необходимо делать Я прошла четырех врачей, не считая основного моего лечащего Для того, чтобы услышать разные мнения И все сказали, ну, в общем, вас можно резать Можно резать, да Но мне никто не сказал, что меня нужно резать, понимаешь? И врач мой говорит, ну, мы разрежем, посмотрим, что там еще В смысле? Вы собираетесь вскрыть мое тело, посмотреть, что там еще? У вас мало техники? Техника рассказывает иногда больше, чем есть Ну, вскрытие, не техника, а вскрытие Нет, в смысле, компьютер всегда говорит, что томография видит больше, чем есть Чем есть, ага Но это же распространенное убеждение врачей Вот Я понимала, что операция принесет осложнение Но она не решит ситуацию Потому что если онкология дальше возникнет в моем организме Она просто пойдет дальше У нее есть легкие для этого У нее есть мозг для этого По-моему, грудь еще, что там от рака шейки матки куда там идет Вот Ну, то есть Зачем мне отрезать кусок своего женского естества С которым я теперь каждый месяц разговариваю Вот Это после вот случая этого, да? Ты общаешься Зачем мне Я пришла к доктору Огайо Дай бог доктору Огайо всех женщин мира Всех любовниц мира Всей еды мира Всего золота этого мира Потому что он единственный человек, который сказал Ой, я должна процитировать это Да Я к нему прихожу Это я уже второй раз пришла И говорю Доктор, вы меня не узнаете? Я Алена Городецкая Я у вас была Вы вот мне отправили там еще то-то, то-то сделать Он сказал Ну, вот сейчас на кресло заберетесь, я вас узнаю Узнал? Да Узнаю О, это вы Все, вспомнил Было очень приятно Удивить гинеколога Вообще-то, знаешь Лучше шокировать гинеколога Это, конечно, тоже такая Он сказал Я не вижу смысла делать эту операцию Я понимаю, что местные традиции лечения Предпочитают сделать в этом месте операцию Я не вижу в ней смысла Вы получите осложнение Вы получите неработоспособность, как минимум, на месяц Вы получите ряд инфекций Но вы не защитите себя ни от чего И не застрахуете себя ни от чего Это не будет гарантии, да? Вот, да То есть он сказал Это не будет Он был единственный Вот его голос был против еще четырех голосов, которые говорили Можно отрезать Вот Я пришла к своей лечащей враче Прошу прощения К своему лечащему врачу Она сказала Она, конечно, то есть вы у нас необычная Я поняла, что мне придется немножко с человеком побороться И объяснить ей, что да, я необычная И вам придется принять это как факт Она приняла это как факт Мне недолго с ней пришлось просражаться У нас был конфликт на первой внутриполосной укладке Что такое внутриполосная укладка? Я не знаю Это когда облучатель тебе в твое естество погружают Вот А у меня не было ни одного аборта Я не знакома Это не делали под наркозом? В том-то и дело В этом состоит история Вот У меня не было ни одного аборта Я не знакома вообще с медициной ножа Вот Я всегда в ужасе от нее бежала И она мне говорит Внутриполосное облучение Мы сейчас вам сделаем укладочку Я говорю, я прошу вас, давайте сделаем под наркозом Хорошо, мы сделаем под наркозом Сказала она, чтобы со мной не спорить И закончить этот разговор на данный момент Когда я пришла на первую укладку Я поняла, что наркоза нет А, ну Я перестаю быть человеком, когда мне больно Тебе было больно? Мне было страшно И больно Но больно было, да? Да Ну, послушай, ну В меня не погружалось ничего, кроме приятного До тех пор Вот Я не могу расслабиться В процессе операции она говорит Мне расслабьте бедра А я не понимаю, где у меня находятся бедра При этом я дышу, потому что это единственное Ну, я слежу за дыханием Потому что если я сейчас перестану следить за дыханием И отправлюсь своей мыслью Вот, обслуживать работу мозга То я просто взорвусь прямо на этом вот столе Ты же рожала, Алена Ой, ой Я поставила весь роддом на уши Я настолько себе ни в чем не отказала Особенно врачу, который спросил меня Ну, что же вы так стонете? Я очень подробно ответила Почему именно я так стону? Вот Я не считаю нужным себе в этом отказывать Вот И она, врач говорит, я проткну вас Я говорю, вы будете отвечать за это И она сразу стала аккуратнее себя вести Она поняла, что, видимо, корова все-таки перед ней челкнута изрядно Вот Наркоз нужен был И она спросила в конце Что следующее под наркозом? И я прокричала, да Наркоза не было, но они меня кололи реланиумом И я просто лежала спокойно Мы просто сократили страх И дальше мы беседовали о чем-то милом Что-то происходило Я рассказывала анекдот вот на следующий уже уклад Я не поняла, почему Но больно не было? Больно не было То есть получается, что боль была из-за того, что ты была склонна Был страх, был страх, да Вот, ну, нельзя загонять человека в этот страх Вот я к чему Я рада, что я объяснила, что меня нельзя загонять в этот страх Ну, я буду себя вести, не знаю, как кабан подраненный Ну, как бы я подраню вас, давайте Вот, ну И все в итоге закончилось благополучно Во что обошлось лечение? Сколько ты лечил по времени? Ну, я вот, честно говоря, перед поездкой сюда не поднимала Бухгалтерию, потому что чеки-то, они, собственно, до сих пор все, конечно, живы и здоровы Ну, порядок Ну, приблизительно Что-то в районе 300 тысяч я вот как бы было оплачено Было заплачено за все, но я имею в виду, что сюда там включается Ну, и какие-то и таблики, ну, и лекарства полностью, все манипуляции Обследование, наверное Обследование, подарки, может быть, даже врачам Плюс, возможно, что и такси, ну, и такси тоже сюда Когда, там, меня никто не мог забрать или что-то такое Приезды, ну, то есть, в общем 300 тысяч рублей Это не 300 тысяч долларов, которые надо отвезти или в Израиль, или в Германию, или в США Как это правильно? Ну, как Понимаешь, ведь, что на Западе берутся за большее количество видов, за лечение большего количества видов рака Ну да У меня был самый популярный женский рак Который научились лечить Который умеют лечить, слава богу, что его умеют лечить, понимаешь Поэтому, то есть, если бы пришлось ехать куда-то, да, ну, забирали бы просто больше денег Химия была? Химия была, 4 курса Волосы выпали? Да Я была абсолютно лысая А я до этого брилась за несколько лет До этого я брилась на лысы сама Да я помню вот эту вот полосу На первую нашу встречу Нет, полоса – это уже остатки Полоса – это уже остатки Первый раз я побрилась, конечно, на диких нервах Вот у меня были страшные проблемы в семье, в отношениях Мне в ту ночь было дико плохо Мне нужно было что-то с собой сделать Но это не связано Это не было связано с энкологией Я побрилась по собственному желанию И я была в ужасе, как неприятно бриться, когда не ты это выбрал, а это тебя выбрило само Да Я прям дико протестовала То есть, мне почему-то вдруг стало жалко волосы, которых я никогда не жалела Они у тебя были вьющиеся, а сейчас все? Они были новенькие, после химиотерапии Они были кучерявенькие Я была такая тетя Хая Стала очень похожа на свою тетку Вот Да, да Вот Но вот они отрастали, и все И они обратно вот в мою обычную солому выросли Ну тебе хорошо сейчас Ну да Ну, в общем, сейчас уже без всяких изменений Нормально себя чувствуешь, обследуешься Ну, нельзя после онкологии жить так, как ты жил до онкологии Конечно же, есть огромное количество, ну, огромное количество ограничений Есть огромное количество каких-то вещей, которыми я больше не могу пользоваться А ты имеешься в виду секс? Секс Секс Не только секс А что еще? Ну, послушай, я не могу просто так покупаться в пресном водоеме, например Потому что после постлучевой цистит Это настолько омерзительное заболевание Он хронический получается, да? И если ты... Ну, ты делаешь... Ты делаешь в штаны то, к чему тебя мама приучала в годик делать на горшок Да? Ты просто делаешь это в штаны, будучи взрослым человеком То есть тебе нельзя Который стоит в очереди в магазин, понимаешь? Вот Да, секс возможен только с огромным количеством лубрикантов и презервативов Потому что любая чужеродная бактерия способна уничтожить вообще всю мою флору Вот Поэтому, ну, есть какие-то пищевые ограничения Что-то еще Ну, в общем, конечно, да Есть... То есть не в полной мере жизнь вот эта вот, она такая, как до онкологии А у меня стала круче Прям вся та же Нет, круче стала Нет, я тоже считаю, что стала круче Ну, во-первых, я не знаю, можно ли шить, понравится ли эта шутка аудитории вашей передачи Но, в общем, яичники мои усыплены И я чувствую себя немножко евнухом И, в общем, как поймешь, нет яиц, нет проблем Как бы выяснилось Вот Я думаю, понравилось В том смысле, что Репродуктивная функция исчезла И вместе с ней исчезла вот эта вот женская тоска по сильному плечу Мне кажется Здорово Я вдруг обнаружила себя такой девицей Правда, уже в возрасте Которая с большим удовольствием живет для себя Освободился огромный кусок, который занимал... Я обнаружила погоню Ой, у меня же есть я Я даже Класс, пошли, что будем делать Давай займемся йогой Вот Давай займемся медитацией Давай займемся керамикой Давай поедем куда-нибудь Стендапом Давай что-нибудь замутим Давай переедем в Киев, наконец Сколько можно ныть Вот То есть Все понятно про личную жизнь Уже спрашивать не буду Нет, с личной жизнью, между прочим, несмотря на это, все хорошо Да Вот Но, правда, я, да, теперь как-то очень так стерегу границ Сложно не увлечься таким зажигательным человеком, как ты Спасибо Да Ну, вот это вот особенное лечение Ну, я имею в виду нестандартное, да А кроме друзей Еще ведь родственники, да Как они отнеслись И Кто поддерживал Из родственников О Я знаю, что вопрос-то Непростой и тяжелый Ты вопрос задала очень, да, очень трудный Мне сложнее всего было сказать сыну, что у меня онкология И я молчала Я так долго учила своего мальчика говорить мне правду Даже самую омерзительную И противную И преступную, понимаешь А теперь я врала ему сама. Ну, то есть я не врала, я не договаривала, но я считаю, что недоговаривание – это тоже ложь. Я никак не могла придумать, как ему сказать. Я потеряла маму, мне было 16 лет, понимаешь? И, ну, сейчас. Я тоже недавно маму потеряла. Вот. Мы с тобой, я помню, что, да, на этом тоже сошлись. Вот. Я... Мне было очень страшно представить, что он... Ну, что с ним это повторится. Понимаешь? А тогда только закончился четвертый сезон «Во все тяжкие». Благодаря этому сериалу я сказала Феде, что я болею. А какая связь была? Я просто не смотрела. Там главный герой тоже болен раком. Сын делает для него сайт, они собирают деньги. А главный герой – выдающийся химик, и он начинает делать наркотик. А сколько ты жила вот с этим? Вот этот период длился сколько по времени? Пока я Феде не сказала. Да, вот узнала диагноз и сказала Феде. Я узнала диагноз и где-то, наверное, через месяц. Все-таки я сказала Феде, но когда это уже стало слишком очевидно, когда там из чата вываливается эта информация, мне кто-то звонит, я это обсуждаю, когда мне самой нужно было... Ну, то есть... Как он отреагировал? Я старалась, чтобы ему было полегче, поэтому я начала шутить про главного героя фильма «Во всей тяжкие». И Федя сказал, мам, класс, давай наркотики будем производить. Надо как-то спасаться. Ну, в общем, как-то он был, он был обескуражен, ну, потому что он сразу стал такой заостренный. Вот, тут же, ну, то там забывал про маму, вот, то тут же мама – это мама, то мама – ты где, мама – что. Ну, люди вообще как-то, когда рядом... Джо Моррисон сказал, когда я вижу смерть, я чувствую себя живым. И это, ну, как бы, это не только рок-иллюзия какая-то, это не только фантазия короля драконов или короля змей, кем там он себя называл, ящериц. Включается, да. Это ощущение вообще, важное ощущение, которое, к сожалению, в мирное время, ну, я имею в виду во время, когда нет таких страшных личных потрясений у нас, оно не просыпается. Ну, да, это нестандартная ситуация, которая вышибает человека. Поэтому он, конечно, он заострился, он стал мне помогать, он, ну, не то, что стал помогать, он, в общем, всегда был очень контактным и очень партнерски ориентированным человеком, вот, поэтому... Ну, мы пережили это, мы над этим много шутили, ну, как бы, там, я не знаю, была, например, еще одну пошлую шутку можно? Да, давай. Раз уж так сложилось, что ты у нас... Раз уж ты надеялся быть стендапером. Да. Ну, ведь газы ужасные иногда бывают по утрам, вот, а, и, ну, с утра... А я, ну, после облачения очень тяжело вообще как-то это контролировать, и мы с Федей просто по утрам хихикали. Я говорю, Федя, если ты это слышишь, значит, я еще жива. Вот, и мы ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, то есть, как бы, ну, вот, все это... Я понимаю, что эти шутки не от того, что так хорошо, я понимаю, что эти шутки от того, что ужасно страшно. Да. Вот. Тоже сложно. И, там, людям, которые на американских горках катались, они прекрасно понимают, что единственная возможность, находясь вот в этом состоянии, пережить его, это просто надо очень громко смеяться, как можно громче. Вот, я думаю, что мы, вот, смягчили эту историю просто смехом. Ну, ничего, все в итоге живы-здоровы. Была еще одна не совсем приятная история с моей родной сестрой, ну, я думаю, что, наверное, ее лучше оставить. Ну, оставить, ну, в общем... Ну, почему оставить? Я знаю, что ты судишься с ней за квартиру, да? Ну, да. И сестра тебя не поддержала, когда она узнала... Она спросила, куда прислать мне помощь. А, понимаешь? Вот. А человек 25 лет сдает недвижимость, которой владеем мы вместе, и не разделяет со мной эти деньги. Вот. И я сказала, от тебя мне помощь не нужна, Любаша, от тебя мне нужны мои деньги. Вот. Вот. Она обиделась, ну, не обиделась, она, значит, там, заострилась как-то, она, там, напряглась, она что-то... А сестра младше, старше? Старше меня на 6 лет. Угу. Вот. Но сейчас в итоге процесс. В итоге судебный процесс, да, экспертиза. Судебный процесс это довольно долго, это мучительно, вот. Но это на самом деле, блин, вот эта вот история про то, что ты не... Не делаешь ужасное... Не совершаешь это ужасное действие в адрес своего родственника, подачу заявления в суд. Она, конечно, она тоже настолько про любовь к какой-то лживой благости внутри себя. Вот. Она настолько про какую-то попытку возвыситься над человеком, который тебя грабит. Она про такое подлое по отношению к самому себе благодушие. Вот. Почему ты так думаешь? Ну, потому что я очень долго объясняла себе, почему я не могу подать на нее в суд, понимаешь? Ну, а ты что? Перед тем, как я подала в суд, со мной работали два психолога и один юрист. Два психолога, высокопрофессиональные дамы обе. Одна там, ну, просто богиня казанского бизнес-менеджмента, вот. Вторая, совершенно невероятный человек всемирного масштаба. Они не могли никак объяснить мне, не объяснить мне, а заставить меня почувствовать, что со мной обращаются очень несправедливо. Вот. Перестать позволять... Пользоваться. Пользоваться. Да, да, перестать позволять собой пользоваться. И все равно мы работали три дня, это была прям очень плотная сессия. Вот. И после этого я поехала к Юре, ну, я поехала и пообщалась. Она говорит, давай посчитаем деньги, детка. Понимаешь, люди с точки зрения человеческих понятий тебе уже все объяснили. Теперь давай посчитаем деньги. И когда мы посчитали, в общем, сколько мой карман не получил пока, мое глупое сердечко благодушничала, просто не желая взрослеть, на самом деле. В итоге это тебя отрезвило, повзрослело. Это меня отрезвило очень сильно, очень сильно, потому что, ну, вот тут, наконец, пришло какое-то такое возмущение, типа, как? То есть ты все эти годы разрывалась на кучу маленьких частичек, чтобы обеспечить... Чтобы обеспечить довольно, да, довольно условное благополучие, да. Вот. Ну, теперь, да, в суд она не приходит, но, в общем... Ну, перспектива, конечно, решение вопроса есть, и это можно отнести к твоим планам на жизнь, что ты должна себя обеспечить сейчас жильем. Где это будет жилье? Ну, в планах на жизнь у меня приобретение квартиры и мастерская. Мастерская. Где это все будет? Слушай, я думаю, что, наверное, в Киеве. Вот. Но есть версия, что в Аргентине. Вот я прям вот не... Ну, это очень сложно, потому что и там, и там, любимое сердце анархия. Вот. Понимаешь? И украинцы. И украины, и Аргентины. Вот. И там, и там, хорошая глина. Ага. Вот. Плюс Аргентина даже в том, что аргентинцы чуть более ленивы, чем, например, украинцы. Вот. Поэтому там больше востребованы люди, которые не ленятся что-то делать. То есть у тебя там практически не будет конкуренции? Ну, нет, у меня там будет конкуренция, и там есть человек уже, с которым я буду работать. Он, правда, из Москвы. Вот. А с языком что там? Испанский, да? Испанский язык. Ты знаешь? Я начала почитывать что-то, мне пора отправляться на курсы. Вот. Да. И мне пора отправляться на курсы вождения. Это вот то, что у меня в планах на эту весну. Язык и вождение. Потому что пока я жила в Москве, мне не хотелось иметь машину. Совсем. Вот. Как только я переехала на территорию более свободную, в автомобильном плане, мне захотелось ее иметь, потому что, ну, я все-таки, ну, как сказать, в общем, там они двигаются лучше. Вот. А, ну, если мы будем говорить, если речь идет об Аргентине, то нету, в принципе, там возможности другой передвигаться, потому что общественный транспорт, культура общественного транспорта не развита ни в Америке, ни в, тем более, в Латинской Америке. Это что-то, что ходит по какому-то непонятному, никому непонятному обещанию. Если ты это прозевал, то это твои проблемы. Я сейчас на тебя смотрю. Вот мы пять лет не виделись. Я вот прям, ну, не могу сказать, что я другого человека вижу. В тебя всегда эта искра была. Но что-то такое прям произошло, ты влюбляешь в себя все больше и больше. Я думаю, как же ты теперь вот уедешь в Киев, будет грустно. Придется вести стримы из Киева. Да. Я сейчас просто вот такое удовольствие и наслаждение. Нет, ты просто скажешь, я приезжаю в Киев. Приеду. Приеду. И даже не одна. Мы с тобой уже договорились, с кем я тебя познакомлю. Да. Так. Ну, у нас традиционный еще вопрос для каждого нашего гостя. Это что посоветуешь нашим зрителям, исходя из того, что вот ты получила такой опыт. Какие слова для тех, кто столкнулся с этим диагнозом рак? Или слова для тех, кто вот живет беспечной жизнью и наплевательски относится к диагностике? Ну, во-первых, эти люди не наплевательски относятся к диагностике. Они просто очень боятся узнать хорошую историю про себя. Согласна. Вот. У моего бывшего мужа ему онкология просто на роду написана, к сожалению, как и моему сыну. Вот. И если на сына я считаю себя вправе повлиять и пнуть его к врачу, да, в объятии, хотя еще пока рано, то бывшего мужа, например, я не могу уже никуда пнуть, он большой человек, но сколько ты не заводишь разговор на эту тему, он говорит, я не хочу. И это как бы, ну, это с одной стороны поза, это с другой стороны страх, понимаешь, или что-то еще. Я не могу что-то такое взять и посоветовать людям, которые столкнулись с этой проблемой, потому что, понимаешь, это очень личная история. Я уверена, что свою онкологию каждый заработал, и дело даже не во вредных привычках совсем. Совсем. Вот, понимаешь, существование рака легких для некурильщиков, понимаешь, оно как бы вот посмеивается над историей вредных привычек. Онкология – это всегда какой-то результат. Это всегда результат твоей предыдущей жизни. Я не хочу там говорить, что обиды затаенные или что-то еще, тем не менее, это результат того стресса, которому ты подвергал свой организм. Это всегда история, которая передается, конечно же, по наследству. Висит в Москве лозунг, который меня раздражал всю дорогу, сколько я лечилась, соберись и борись. Понимаешь? Он и сейчас висит, до сих пор. До сих пор висит. Я считаю, он несправедливый, потому что человек имеет право и не собираться, и не бороться. Понимаешь? Я знаю огромное количество людей, которые очень сильно хотят умереть. Ну, просто потому что у них жизнь такая. И смерть для них является хорошим выбором. Понимаешь? Не могу это понять, Ален. Я вот сейчас говорю, и у меня вот каждая вена шипит. Понимаешь? У меня так было до рака, когда я не видела смысла в жизни, и я жить не хотела. Но когда случился рак, это был для чего? Такой толчок, такой пинок, ты что превратилась в овоща? Да, да. Почему ты овощ? Ну, когда моя мама умирала, у меня не появился бы язык, не повернулся бы ей сказать, мама, соберись, пожалуйста, что-то развалилась тряпка, что ты тут умираешь. А мне было 16 лет. Она у нее рак был. И у нее, да. И у меня была огромная куча оснований заставить ее жить. Но я была уже не в состоянии заставить ее жизнь жить. Она обнищала в финале развалившейся страны, и от нее ушел мужчина, которого она очень сильно любила, и ради которого бросила мужа и четверых. Слава богу, взрослых детей. Алло, ну это всего лишь ориентиры. У меня не нашлось бы смелости и наглости сказать, соберись и борись. Это ориентиры. Это всего лишь ориентиры. Нет. Поменяй вектор своего зрения, и ты увидишь, что жизнь наполнена, может быть, не только смыслом вот этого стяжательства, финансовых каких-то дел, денежных вопросов, или там устроить свою личную жизнь. У меня вот, ну, мне, наверное, грех на что-то жаловаться. Я вот это вот из-за внутренней неудовлетворенности, из-за неудач, ты знаешь, что у меня были проблемы там с ЭКО, с детками. И вот рак со мной произошел в тот момент, когда мне жить стало неинтересно. Exactly. Но я нашла интерес, я выхватила в спорт. И это не, как сказать, это не одного дня вопрос. Но тебе не 60 лет, Оль? Да в 42 года, когда со мной случился рак, я себя чувствовала как на 80 лет. А сейчас я... А сейчас чувствую себя 16-летней девчонкой. На 35, наверное, где-то так. Ну вот, понимаешь, в общем, я, наверное, хотела бы сказать близким, попросить близких людей, вот, у которых, которые обнаруживают, да, у которых диагностируют, у которых диагностирован рак, чтобы они постарались принять поведение человека, у которого обнаружили рак, принять вот как бы, как должное, принять великодушно. Не осуждать, даже если человек выбирает смерть. Вот. А человек, который выбирает жизнь, он ходит на лечение, он вовремя принимает препараты, он спорит с врачами только тогда, когда уже все слишком принципиально. Для него, например, да? Единственное, что там по-настоящему можно посоветовать людям вообще, не ложитесь, ребят, в кровать. Не давайте, ни в коем случае не давайте болезни менять вашу жизнь. Да. Вот. Может быть, таким образом я пытаюсь оправдывать тот факт, что я до сих пор не избавилась от вредных привычек. Вот. Ты избавишься? Ты же посылки есть к тому, чтобы избавиться? Ну, в общем, нет. Во-первых, я серьезно их стала контролировать. Во-вторых, ни в коем случае болезни нельзя. То есть это вот то место, где вы, вот она заходит на твою территорию, или ты говоришь ей нет, ты будешь вот здесь вот на пороге стоять, и никуда ты дальше не пойдешь. Круто. Вот это прямо нельзя. То есть, ну, даже если человеку очень плохо, даже если это терминальная стадия, больному нужно давать как можно больше деятельности предоставлять, предлагать какие-то занятия. Если есть возможность не содержать больного в терминальной стадии, в каких-то закрытых помещениях, если есть возможность его вывести куда-то на природу, дать ему насладиться хотя бы этими кошечками, птичками, деревьями, это как бы нужно сделать. Вот. Потому что... Потому что... Ну, мысли, чтобы не... Отвлечь надо от мысли о болезни, да? То есть выполнять определенные процедуры. Деятельность, она, в общем, оказывается почему-то сама по себе целительна в этом случае. Согласна. Понимаешь? Согласна. Вот. Это единственное. А так все, ходите к врачу, наблюдайтесь и, ну, следите за собой, конечно. И будем отпускать наших дорогих зрителей. Я думаю, что это вот настолько была увлекательная беседа. Она эмоциональная, яркая. И о тяжелой проблеме говорили как-то легко, с душой и уж очень откровенно. Спасибо тебе большое. Я же тренируюсь в стендап идти. А я другой беседы не ожидала, кстати. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. Спасибо, что провели это время, потратили вот на нас. Для себя почерпнули наверняка что-то полезное, интересное. Немножечко, наверное, развлекли мы вас своей нестандартной сегодня беседой. Спасибо тебе, Алена. Я думаю, что мы будем следить за твоей жизнью интересной. И обязательно повторим два, три, четыре выпуска. Потому что я думаю, что вот эта вот насыщенность, она тебя не покинет никогда. Да? Да. Подписывайтесь, жмите колокольчик и следите за новыми выпусками. Всего доброго. Ой, Алена, как было интересно. А-а-а!